Вот это английский! Здравствуйте! Только что я сам закончил смотреть Уэнсдэй, мне лично очень понравилось. Смотрел, конечно же, в оригинале, поэтому голосами я наслаждался в том виде, в котором и задумывал Тим Бёртон. И тем же самым предлагаю заняться сегодня и вам. Послушаем сегодня, как разговаривают. Особенно вот мне нравится, как родители Уэнсдэй говорят. I promise you, my little viper, you will love never more. И интонация, с которой они говорят, и выражение, которое им там подобрали, прям вот очень раскрывают их характеры. Поэтому давайте приступим, будет много чего полезненького и интересненького. Поехали! I promise you, my little viper, you will love never more. Won't you, Tish? Of course you will. It's the perfect school for her. Why? Because it's the perfect school for you. Поехали! Darling, how long do you intend to give us the cold shoulder? Такое ощущение складывается, что они века, там, из 18-го. Она вот так высокопарно разговаривает. Darling, дорогая, how long do you intend? Как долго ты намереваешься? Слово intend, намереваться, вообще редко будет использоваться в разговоре мамы с дочкой. Вот это как по-русски сказать намеренный, да? What do you intend on doing? Что вы намерены делать? I don't intend to make the same mistake again. Я не намерен делать эту же ошибку снова. И мы запишем to intend, намереваться, и также я вам в комплекте дам слово intention, намерение, оно еще чаще используется. Darling, how long do you intend? Дорогая, как долго ты планируешь? On giving us the cold shoulder, давать нам холодное плечо. Вот есть, когда человек очень sympathetic, сочувствует другим людям, listens sympathetically to someone's problem, слушает, сочувствует проблемы других людей, его называют A shoulder to cry on. Плечо, чтобы поплакать на нем. Опять, кстати, в песне Last Christmas вспоминается, там тоже это было выражение. Вот чем больше времени проходит после разбора Last Christmas, тем больше я убеждаюсь, сколько там было хорошей лексики на самом деле. A shoulder to cry on. Это так называют человека, который все время выслушает, поможет, да? Который всегда, у него есть shoulder to cry on. Плечо, на котором можно поплакать. А можно наоборот, give someone the cold shoulder, давать кому-то холодное плечо. Это к которому ты прислоняешься, а оно настолько холодное, что не хочется к нему прислоняться, да? Поэтому мы запишем, to give someone the cold shoulder, давать кому-то холодное плечо. То есть, оказывать холодный прием, не быть сочувственным. И она говорит, darling, how long do you intend? Сколько ты планируешь on giving us the cold shoulder, давать нам холодное плечо? Да, сколько ты еще будешь с нами так холодна? Darling, how long do you intend on giving us the cold shoulder? Lurch, please remind my parents that I'm no longer speaking to them. Lurch, это его так зовут. Please remind my parents. Пожалуйста, напомни моим родителям, that I'm no longer speaking to them. Что я no longer, не дольше speaking to them, говорю с ними. То есть, я с ними больше не разговариваю. Давайте запишем, I'm no longer, и посмотрим, что он Квизлит предложит. I'm no longer hungry. Я больше не голодный. I'm no longer jealous of her. Я больше не ревную к ней. Ну вот давайте запишем, I'm no longer hungry. Я больше не голодный. Потому что это выражение будет иметь смысл только в контексте. Как-то если отдельно его записывать. No longer, больше не. Смысла нет. Lurch, please remind my parents that I'm no longer speaking. Что я больше не говорю to them, с ними. Слово remind, напоминать, я думаю, можем не записывать. Lurch, please remind my parents that I'm no longer speaking to them. I promise you, my little viper, you will love never more. Тут прикольная игра слов получается. I promise you, my little viper, я обещаю тебе, мой маленький. Он ее всегда всякими прикольными словами называет. Моя маленькая гадюка, viper. Давайте посмотрим. Вот так выглядит viper по-английски. Да и по-русски так же, в принципе, выглядит. I promise you, my little viper. Обещаю тебе, моя маленькая гадючка. I promise you, my little viper, you will love never more. И вот тут you will love never more. Never more, это так называется школа, в которой она будет учиться. Но если всмотреться в это название, never more, никогда больше. И он ей говорит, I promise you, you will love, ты будешь любить never more. Никогда больше, типа, ты никогда больше не будешь любить. Это вообще ржака. И в русском это вообще, мне кажется, невозможно передать при переводе, потому что, по-моему, школу там так и назвали never more. Ну вот, да, never more, местная школа, never more. Наверное, в переводе она так и была. Но я это смотрел на английском, поэтому я все шутки как раз понимал. I promise you, you will love never more. Ты будешь любить никогда больше. Ты никогда больше не полюбишь. Да, это если не знать, что это название школы never more. I promise you, my little viper, you will love never more. Won't you tish? Не правда ли, да, она так будет? Tish. Он ее называет Tish. Of course she will. It's the perfect school for her. Won't you tish? Of course she will. Тут почему-то не написали, of course she will. Она говорит, конечно, она будет. Да, конечно, она полюбит. It's the perfect school for her. It's the perfect school for her. Это идеальная школа для нее. I promise you, my little viper, you will love never more. Won't you tish? Of course you will. It's the perfect school for her. Why? Because it was the perfect school for you. Why? А почему это? Why? Because it was the perfect school for you. Потому что это была прекрасная школа для тебя. Идеальная. Так, еще раз переслушиваем начало и дальше. Дарлин, how long do you intend on giving us the cold shoulder? Ларч, please remind my parents that I'm no longer speaking to them. I promise you, my little viper, you will love never more. Won't you tish? Of course you will. It's the perfect school for her. Why? Because it was the perfect school for you. I have no interest in following in your footsteps, becoming captain of the fencing team, queen of the dark prom, president of the seance society. I merely meant that finally you will be among peers who understand you. Seance society. I merely meant that finally you will be among peers who understand you. Maybe you'll even make some friends. Актеры бесподобные, конечно, подобраны. I have no interest in following in your footsteps. И выражение тоже прям самое то для учебы. I have no interest. Я имею никакого интереса. Типа, я не заинтересована. Но, опять же, она разговаривает, как будто-таки она вообще в конференц-зале находится, а не с родителями говорит. У нее вот такая речь. I have no interest. У меня нет интереса. In following your footsteps. Чтобы... В чем нет интереса? In following. Вследовании. In your footsteps. В твои шаги ног. Это если дословно, да? Step — это шаг, foot — это нога. Когда говорится to follow someone's footsteps, имеется в виду пойти по чьим-то стопам, да? То есть проделать тот же путь, что этот человек. I have no interest in following. В том, чтобы следовать in your footsteps. В твои... По-русски мы говорим пойти по чьим-то стопам, да? То есть наступать в те же места, в которых следы от ног остались. И в английском буквально то же самое. Follow, следовать in your footsteps, да? В шаги от ног, которые остались, да? Вот, следы. I have no interest in following in your footsteps. I have no interest in following in your footsteps. Becoming captain of the fencing team. Becoming captain — становиться капитаном of the fencing team. Fencing, кстати, вот, несмотря на то, что не такой уж популярный вид спорта, фехтование, на канале у нас уже встречалось кучу раз. То в интервью всплывает, то в мультике в каком-нибудь, то еще где-то. Fencing. Поэтому советую вам его запомнить, каким бы оно ни казалось редким и малоупотребительным, оно все время попадается. Fencing, фехтование. Becoming captain of the fencing team — становиться капитаном по фехтованию. Fencing team, queen of the dark prom. Queen of the dark prom — королева и темного балла. Пром — это выпускной вечер, особенно любимое мероприятие в США. Вы наверняка, если смотрели хоть пару фильмов американских, вы в курсе, как они от этого тащатся. Queen of the dark prom — королева темного балла. И вот называется prom. Я не знаю, что там за Society у них, я не помню Короче, какое-то там тайное общество Пожалуйста, фанаты Уэнсдэй, подтянитесь в комментарии И объясните нам, что это Seance Society Имеется в виду Seance, правда, говорит I merely meant Я всего лишь имела в виду Неужели Уэнсдэй моргнула I merely meant, merely мы запишем Одно из тех слов, которые могут очень украсить вашу речь Merely, merely, просто, только лишь То есть предложение и без него нормально звучит Но с ним оно прям красота I was merely asking, да я всего лишь спросил просто We're merely good friends, мы просто хорошие друзья He's merely a boy, он всего лишь мальчишка You can't expect him to understand Вы не можете ожидать, чтобы он понимал Вот, то есть merely, всего лишь, просто I merely meant Да я всего лишь имела в виду Mean, иметь в виду, это meant в прошедшем Имела в виду I merely meant that finally Что наконец-то You will be among peers Ты будешь среди своих Peer-то тот, кто одного и того же с вами возраста Сверстник Finally, you will be among peers Ты будешь среди сверстников Who understand you Кто понимает тебя Которые тебя понимают I merely meant that finally you will be among peers who understand you Но она просто сказала Merrily I merely meant Немножко отходя от транскрипции Merely Merely Там me, merely, она I merely meant Merely, почти как Merely говорит I merely meant that finally you will be among peers who understand you Maybe you'll even make some friends Maybe you'll even Может быть, ты даже Make some friends Заделаешь сколько-то друзей Ну, может, у тебя и друзья появятся Но по-английски To make friends Делать друзей Да, у них говорят Make money Делать деньги Make friends Делать друзей И то, и то Можно сказать Make Maybe you'll even make some friends Может, ты даже у тебя друзья появятся какие-то I have no interest in following in your footsteps Becoming captain of the fencing team Queen of the dark prom President of the séance society I merely meant that finally you will be among peers who understand you Maybe you'll even make some friends Nevermore, it's like no other boarding school It's a magical place It's where my true mother And we fell in love You guys are making me nauseous Nevermore is like no other boarding school Nevermore is like no other Nevermore Как никакая другая Да, то есть Не как какая-нибудь другая Boarding school Boarding school Это школа В которой вы По сути живете То есть Ну, там бывают варианты Когда на выходные Домой Кто-то приезжает И так далее Но вообще Вот школа-интернат То есть Как вы помните Из Wednesday Она прям там Осталась жить У нее своя комната Все дела Ну, или там Общежитие какое-то Nevermore It's like no other boarding school Вот Nevermore Не как какая-нибудь Другая школа-интернат It's a magical place It's a magical place Это волшебное место It's where my true mother It's where I met your mother Это там, где я встретил Твою маму It's where my true mother And we fell in love And we fell in love И мы влюбились To fall in love Да, словно Падать в любовь Примерно Я описываю Да, весь процесс Просто имеется в виду Влюбиться, да And we fell in love И мы упали в любовь Да, влюбились Fell это прошедшее от fall Я вам записываю В первой форме А в прошедшем fell And we fell in love И мы влюбились And we fell in love You guys are making me nauseous You guys Вы, ребята Are making me nauseous Делаете меня Вот есть слово Nausea Nausea Тошнота I feel Давайте посмотрим на картинке Прям запомнится тогда Potential causes of nausea Потенциальные причины тошноты Да, вот нам причисляются Pregnancy, беременность и так далее Еще раз послушаем Nausea Nausea What is nausea? Что такое вообще тошнота? Tips for preventing nausea Подсказки Как предотвратить тошноту Это вот сама по себе Тошнота Нausea Но она говорит You guys are making me nauseous You guys are making me nauseous Вы, ребята, делаете меня Типа Тошнотный То есть меня Подташнивает До слегонца Nausea 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 Ой, пританцы вообще Свою там линию гнут Nausea 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 Ну ладно Не запоминайте даже Нас интересует вот это Nausea Тошнотворное Отвратительное И так далее This makes me feel nauseous Меня от этого тошнит Вот, кстати, как она и сказала Make me nauseous You guys are making me nauseous Прям сразу, да, попало Самое первое То, что нам выдали The taste made me nauseous Этот вкус Тут прям красиво перевели, да Захотелось блевать Nausea Мы запишем Тошнотворное Отвратительное И произносится немножко По-другому Да, если там Nausea Там у нас Z, да Nausea Nausea То здесь Nausea 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 You guys are making me nauseous You guys are making me nauseous От вас, ребята, меня тошнит Nevermore It's like no On the boarding school It's a magical place It's where my true mother And we fell in love You guys are making me nauseous Not in a good way Darling We aren't the ones who got you expelled That boy's family was going to file attempted murder charges How would that have looked on your record? Terrible Everyone would know I failed to get the job done Not in a good way Она продолжает От вас меня тошнит Not in a good way И не в хорошем смысле меня тошнит Not in a good way Нехорошим путем, способом Not in a good way Not in a good way Darling We aren't the ones who got you expelled Darling, дорогая We aren't the ones Мы не те Who got you expelled Кто Из-за кого тебя исключили В общем Expel Это исключать Выгнать Она говорит We're not the ones Мы не те, кто Только что в разборе Майкла Джексона было I'm the one who will dance on the floor Там пелось Она говорила, что я тот, кто будет танцевать Вот в этом смысле the one Только во множественном числе We aren't the ones Мы не те Who Кто Got you expelled Из-за которых тебя исключили Darling We aren't the ones who got you expelled Дорогуша Мы не те Из-за кого тебя исключили Darling We aren't the ones who got you expelled That boy's family was going to file attempted murder charges That boy's family Семья этого мальчика Was going to Собиралась Что сделать? Фух File attempted murder charges Во-первых To file Мы знаем слово file Ничего сложного Но to file Это вносить В записи Или подать Подать документы Да, какие-то File attempted murder charges Это понятно File charges Нас интересует Charges Потому что тут поясняется Какие именно charges Ну а само выражение To file charges Это выдвигать обвинения File Да, это отправлять файл какой-то И charges Обвинения Еще раз That boy's family was going to file charges Собиралась подать обвинения Теперь какие? Обвинения в чем? Attempted murder Attempt Это попытка Попытаться что-то сделать Послушаем Attempt 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 И пару примерчиков It was a poor attempted joke Это была вообще Жалкая попытка шутки He made no attempt to apologize Он не сделал никаких попыток извиниться They attempted to climb up Mount Everest Once before Они попытались влезть на Эверест Так и тут Attempted murder Murder Это убийство Кстати, давайте так и запишем Attempted murder Покушение на убийство По-русски говорят Красивое слово Покушение Покуситься Attempted murder То есть попыточное убийство Попытка убить человека И получается That boy's family was going to file Семья этого мальчика собиралась подать Attempted murder Попытку на убийство Charges Обвинения То есть подать обвинения в попытке на убийство По-русски Attempted murder Charges Она выделяет важные слова, да? Особенный акцент идет именно на Attempted murder Charges Попытка на убийство Обвинения How would that have looked Как бы это выглядело On your record В твоих Record это запись Но имеется ввиду В твоих документах, да? Как бы потом это выглядело В твоих Record Terrible Ужасно Иван Грозный, кстати Ivan the Terrible На английский перевели Ну, кстати, да И тут непонятно, что она имеет ввиду Да, terrible Грозно, типа, выглядело бы Но для нее что-то хорошо А у нее все наоборот В этом смысле Everyone would know Все бы знали I failed to get the job done Я провалилась В чем? To get the job done Чтобы сделать эту работу The job done Сделанная работа I get the job done Это как бы Сделать ее Доводить до конца Выполнить задачу Everyone would know Все бы знали I failed Что я провалилась В чем? To get the job done Сделать работу до конца How would I have looked on your record? Terrible Everyone would know I failed to get the job done А теперь давайте полернем все, что мы сегодня с вами записали И еще раз пройдемся по карточкам Поехали Intention Намерение Это Триш сказала, да? How long do you intend? Сколько ты намереваешься? Сколько ты планируешь? To give someone the cold shoulder Давать кому-то холодное плечо Оказывать холодный прием То есть не быть дружелюбным с кем-то I'm no longer hungry Я больше не голодный, да? Тут нас интересует no longer Viper Гадюка, змея Это ласково ее называет папа My little viper Маленькая гадючка моя To follow in someone's footsteps Следовать в чьи-то шаги Да? Следы от ног Пойти по чьим-то стопам Fencing Фехтование Prom Выпускной вечер Это когда она про маму рассказывала Там captain of the fencing team Капитан фехтовальной команды Prom Выпускной вечер Merely Только лишь Всего лишь Просто Peer Сверстник Ровесник Тот, кто вашего возраста To make friends Это я вам просто записал Чтоб вы обратили внимание Как говорится Заводить друзей Make friends Boarding school Школа-интернат Там, где вы живете To fall in love Влюбиться Упасть в любовь Fall in love Он говорил Папа ее We fell in love Мы влюбились Nausea Тошнота Она говорила You guys making me nauseous От вас меня тошнит To expel Исключить, выгнать We're not the ones Who got you expelled Это не мы те Кто Из-за кого тебя выгнали File charges Это подавать обвинения That boy's family Там Семья этого мальчика Was going to file charges Собиралась выдвинуть обвинения И в чем? Attempted murder В покушении на убийство To get the job done Доводить дело до конца Получить работу сделанной Да, дословно Как бы это некрасиво не звучало Это помогает понять Все карточки к сегодняшнему уроку Вы можете скачать Intention По ссылке в описании к этому видео И запомнить все слова и выражения Которые мы сегодня выучили Прямо, чтобы они у вас остались В голове насовсем Также по этой же ссылке в описании Можно поддержать меня донатом Если хочется Подписаться обязательно на мой телеграм В котором выходят все Самые важные новости Связанные с каналом Куча опросов И всего такого Короче, переходите по ссылке в описании И берите оттуда, что вам нужно Пересматриваем Фотстепс А в следующем разборе Я очень хочу разобрать Сцену знакомства Init и Wednesday Поэтому не забудьте Нажать на кнопку подписаться И тогда точно не пропустите Следующий выпуск С вами был вот это английский Всем до скорого